Командная работа Командная работа Если там нет группы риска работников медицины, работников образования Лиц старше 65 лет с хроническими заболеваниями Мы оставляем легкую форму на дому с обязательным назначением специфической терапии То есть пока плотвенил с орбидолом И как только мы разживемся фариперавиром Назначение всей категории фариперавира То есть специфической терапии И по сути с ежедневным отзвоном амбулаторной службы Не обязательно доходить Но обязательно отзвон с тем, что если человек начинает жаловать, что у него растет температура Появляются признаки пневмонита Тут же, конечно, осмотр и тут же его вывод на госпитальную курь Вот это первый блок, который должен работать Медицина здесь вторична Первична здесь организация руководителей больших коллективов Именно по недопущению такого человека в среду, в коллектив Вторая степень и второй барьер Это, конечно, жесткая отслеживание Здесь уже амбулаторная служба Я понимаю, что все устали Но без амбулаторной службы не обойтись Это отслеживание контактов Потому что контегиозность высочайшая И, конечно, если мы бросим на волю судеб контактных Мы проиграем эту войну, все перевалили А нам просто объемом 80% заболевших Как это, ну, в общем, по модели Мы же моделируем эту ситуацию Если мы ничего не будем делать Переболеют 80% людей, живущих, допустим, в населенном пункте 80% от 70 тысяч сегодня По статистике Это, ну, представляете, 56 тысяч, она захлестнет просто Никто не справится С таким количеством пациентов Соответственно, мы должны постоянно эту категорию Разбивать, разбивать, разбивать То есть контактных выводить Вывели контактных за контактными контролем Как только появляются признаки ОРВИ То же самое все Пошел на посев И, опять же, подключение терапии Но уже даже на уровне Как только мы ставим ОРВИ По большому счету мы в Сыктывкаре И я это жестко требовал Уже начинаем подключать на амбулаторном этапе Повторяю, на амбулаторном этапе Плаквинило ОРВИ Связка эта не дает излечения Но она дает в разы снижение тяжести протекания заболевания В разы На плаквиниле и на орбидоре Практически, если появляется пневмонит Подключение Антибиотиков резерва Самомеды, азитрамицины и так далее Дает нам практически нулевую смертность Вот эту работу нужно И вот здесь, конечно, медицина уже на первом плане Но первый блок, который я сказал Именно организация работы в трудовых коллективов Здесь без руководителей основных городообразующих предприятий Не обойтись И без их жесткого контроля Ну, а дальше я сказал, что дальше, конечно, все равно нам нужна вот эта резервная площадь, площадка Поскольку, ну, не дай бог, конечно Но если мы переполняемся Самое главное, мы не имеем права Оставить пациента требующего пособия Медицинского без помощи Мы, да, не имеем права И поэтому, как раз, такие пациенты должны поступать уже в резервную площадь А там дальше на крыло и тяжелых, опять же, забирать на себя Но у нас-то тоже, у нас на сегодня, чтобы вы понимали У меня сегодня, на вчерашний день, 670 из 1200 коек по республике 670 Поэтому он тоже уже По сути, у меня сегодня Резерв Вставки главного командования В Суть-Тывкаре Это такое же стуковочное отделение, которое мы развернули в спортивной школе Потому что коми республиканское На вчерашний день 300 из 650 То есть все, уже половинка 90 из 180 инфекций Тоже половинка То есть если мы начнем сегодня сбоить на первом этапе Если мы начнем поставлять Не коллективное заболевание Заболеваемость Мы с этим не справимся Надо отсекать коллективную заболеваемость Отсекать, отсекать, отсекать Дробить ее и тут же выводить Как я сказал, по категории И везде, на каждом уровне Амбулаторно подключать к КРП Для этого Борисовичу даны Безграничные полномочия По медикаментам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!